Разговор с мужественным человеком. Так назвал эту встречу глава Анапы. После тяжелейшей травмы полтора года Никита пролежал без движения и надежды на восстановление. Но невероятным усилием воли он вернулся к нормальной жизни, к своим сверстникам, увлечениям и самое главное к новым целям и достижениям. Один из таких методов моей реабилитации сыграл дайвинг. Может быть вы знаете, у нас есть клуб Аква-Клобус на нашем побережье. Он первый черноморский дайв-центр, который начал работать в Анапе. И он сейчас единственный, кто в Краснодарском крае имеет международный допуск, является международным центром. Юрию Полякову Никита рассказал о давней мечте – создании в Анапе официального международного центра парадайвинга. И презентовал проект, для реализации которого уже найден инвестор. Как вам в общем проект для города? Вообще интересный. Я думаю, что он единственный в России, наверное, такой. А проект, что касается инвалидов, а колясочников, где для них будет создан дайвинг-клуб. Хорошее решение. Ну давай, наверное, как бы перенесем наш разговор с тобой. Это как ты это видишь все, да? Мне нравится, я согласен с тобой. Давай тогда как-то приглашай инвестора после Нового года. Я хочу пообщаться, чтобы мы пообщались втроем. И, наверное, руководителя ДОСАФа надо. Никита Ванков ведет активную общественную деятельность. Он входит в состав молодежного совета при главе города-курорта и работает над реализацией программы «Доступная среда». Создание комфортных условий для маломобильных граждан Юрий Поляков считает одним из основных моментов для курортной Анапы. Это должны понимать застройщики и предприниматели, которые зачастую даже к элементарным требованиям к устройству пандусов подходят формально. Ну когда его делают под углом 45 градусов, сказать, вот я все время им говорю, сядь на коляску и попробуй на него заехать или спуститься. Это ж надо голову иметь, когда вы просто строите, что ради того, чтобы построить. Это не для людей, это просто издевательство какое-то. Мы недавно вышли на верхнюю набережную, я увидел эти спуски пандусы. Я был в шоковом состоянии. Раньше как бы не обращал на это внимания. Увидел, заставил их переделать. Попросил о коллег, там сейчас перила сделали. Не видели? В коллапарк отеля. Ну уже оплатили, делают. На днях поедешь, посмотришь. Там даже уже легко можно спуститься с верхней набережной на нижнюю и оподняться наоборот. Спасибо вам большое, что вы занимаетесь проблемами лично с ограниченными возможностями, потому что это очень важно для нас. Как от человека с ограниченными возможностями для вас говорю, такие препятствия, они иногда будут существенны. Объединив усилия, городские власти и молодые лидеры Анапы найдут решение злободневным вопросом.